В этом видео я покажу как можно легко просто и быстро засолить огромнейшего леща. Вот такого красивого леща с икрой. А вот это самец. Понюхайте как они пахнут. Класс! Какой легкий-легкий слоноватый аромат свежей рыбы. Она подвялилась. Икра. Я люблю когда рыбка вот такая еще сочная. Если кто-то любит посуше, конечно ее можно подольше повялить. Но у меня уже просто слюнки текут, я не могу ее дольше вялить. Я хочу ее скушать. С холодным ароматным свежим пивком. И вот такая рыбка с икрой. Она вся лоснится от жира. Это просто потрясающе. Это просто невообразимо вкусно. Я очень люблю начинать кушать рыбку с плавничков. Рыба солилась в сухой соли ровно семь дней и потом еще сутки вымачивалась. Все это вы посмотрите сейчас сразу после дегустации. Друзья, рыбка классная. Я уже сейчас начинаю ее кушать. Она просто бомбейская. Я всегда мечтал вот такую громадную рыбу скушать, но приходилось ее покупать. И в этот раз у меня попались два съезжающих леща. Они еще дышали. Это самец. Это самка. 2 200 живым весом. Я их засолил и сейчас я их буду кушать. Если вам понравилось мое видео, как всегда ставьте вот такие огромнейшие лайки, потому что на такую рыбу с пивом, я знаю, придут абсолютно все. Все мои друзья, все подписчики и просто все зрители, потому что от такого невозможно отказаться. Перед этим невозможно устоять. Даже все красавицы придут съесть эту рыбу и выпить это пиво. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, как вам понравился способ засолки рыбы именно мой. Ставьте, как я говорил уже, лайки. И помните, кухня это самое спокойное место. Сегодня я буду засаливать очень большого по нашим меркам и громадного леща. Вот такой громадный кабан весит 2 килограмма 200 грамм. Это кабаниха или свинья. А вот такой маленький кабанчик весит ровно 2 килограмма. Для того, чтобы рыбу хорошо и правильно засолить, ее нужно очень сильно охладить. Поэтому я вот этих лещей положил в морозильник на один час. Они должны очень сильно быть холодными, но не замерзнуть. И теперь самый важный секрет. Этот секрет мой, которому меня научил мой отец. Нужно у рыбы промыть кишечник водой. Вот такой огромный шприц на 100 кубов. Кладу рыбку в раковину и вставляю шприц ей вот сюда в банальное отверстие. За несколько раз у нас все должно получиться. Да, отлично. Водичка заходит. Вот уже через жабры кое-что пошло. Уже вода выходит через жаберные отверстия. Все намного легче, чем я думал. Итак, операция прошла успешно. Теперь самое важное. Промыть опять хорошенечко жабры. Я еще забыл сказать, что рыбу я очень хорошо промыл. Она полностью без слизи. Поэтому я еще раз промываю полностью всю голову, заберные крышки, потому что именно через них выходило все содержимое желудка. Чтобы здесь все было чистенько. Эта рыбка еще дышит. Когда ее положил в морозильник, она еще дышала. Теперь она просто не хочет дышать. Замерзгла. Да. Секрет качественного посола крупного реща не в том, чтобы просто промыть ему кишечник, а в том, чтобы в этот кишечник набрать хорошего крепкого соляного раствора или тузлука. Я заранее сварил крепкий раствор соли. На 1 литр воды я взял 300 грамм соли и охладил его в холодильнике. И теперь я набираю этот раствор в шприц. И таким же образом, как я промывал кишечник, я буду заполнять именно кишечник солевым раствором. Не та дырочка. То же самое я делаю с другой рыбкой. Нужно как можно больше залить раствора в кишечник, чтобы выходила та вода, какая была на промывке, и чтобы уже из жабр выходил стопроцентный рассол. Теперь я беру пластмассовый контейнер, в котором будет рыбка лежать очень свободно, чтобы она полностью вся поместилась без изгибов. Но из-за того, что такой контейнер у меня отсутствует, то я использую подручный ящик. А чтобы рассол при солении рыбы из него не вытекал, я буду использовать целлофановый мешок. Кладу рыбку. И очень хорошо, тщательно набиваю соль под жабры. Вот сюда. Это очень важный момент. Очень хорошо набиваю соль в жаберные крышки. Вот по все лепесточки жабы. Вот столько много. С другой стороны под и самая. И в ротик. Насыпаем ей побольше сольки. Вот так кушай, рыбка. На дно контейнера я высыпаю слой соли толщиной 4-5 см. И кладу сюда рыбку. Сверху рыбку хорошенечко засыпаю тоже солью. И рядышком кладу другую рыбку. Рыба должна быть полностью покрыта солью толщиной хотя бы 2-3 см. Я еще досыпаю рыбку солью и прячу ее в холодильник, то есть рыбку, при температуре не выше 5 градусов. Дней на 5-7. Прошло 7 дней. Соль стала вот такая очень жидкая. Такая соль стала только на 6-й день. То есть с 6-го дня стало активное высасывание влаги из рыбки. Мясо у рыбы прекрасно уплотнилось. Рыбка просоленная. Сейчас я полностью всю соль убираю, рыбу очень тщательно промываю и буду ее вымачивать в проточной воде или с частой заменой в холодильнике целые сутки. Около 24-х часов. Обалденнейшие громадные лещи вымачивались в холодильнике целые сутки. За это время я несколько раз менял воду. Я всегда вялю рыбу головкой вверх. Таким образом весь жир, какой есть в рыбе, сохранится и не вытечет. Рыба очень жирная и именно за жир я ценю эту рыбку. Поэтому я проделываю в глазках отверстия, подвешиваю рыбку в хорошо проветривом помещении и начнем кушать. Редактор субтитров А.Семкин